Картины, вышитые крестиком, холсты, написанные маслом, авиамодели, эксклюзивные поделки и украшения из бисера – все это выставка «Народная сокровищница». Народ в данном случае – это замечательные труженики Северского трубного завода, которые хорошо работали, а теперь и хорошо отдыхают, посвящая свободное время любимому занятию. Глядя на мастеров, диву даешься, как им все удается. Многие из них остаются работающими. Все свое свободное время посвящают вот таким удивительным работам, до которых мало их сделать вот так красиво, надо ведь еще и идею придумать. Ну ведь что такое творчество? Это самовыражение. И глядя на работы, можно точно сказать, что портрет наших людей серебряного возраста очень красивый. Это портрет оптимиста, это портрет человека, верующего в торжество добра. Достаточно посмотреть на то, сколько светлых, позитивных красок представлено. Творческие пожилые люди открывают для посетителей выставки много нового и интересного. Здесь и молодые могут запостить необходимые информации для любимого дела в будущем. Глубочайший интерес представляют работы, вышитые крестом. Это гордость выставки и достояние мастерицы Татьяны Стахеевой. Чем-то надо заниматься. Время свое свободное. Я люблю очень природу. Люди мне не так, но подарили, вышила. Всего 52 участника, 150 работ. И все неповторимы в своем творчестве. Вот, к примеру, декупаж от Валерия Шварца. Валерий Иванович много лет проработал на Северском трубном заводе. Пять лет как ушел на заслуженный отдых, но характер не позволил сидеть на месте. И Валерий Иванович открыл в себе новое увлечение. Декоративное украшение бутылок, создание лаз. Ну, это так еще, как бы детское творчество, понимаете. Ну, на следующий год постараюсь серьезно отнестись, более серьезно. Сделать хорошие работы. Живопись, рисунок, возможно. А это изделие Риммы Морозовой. На выставку, ставшую традиционной, выставляется впервые. Картины, созданные в технике резьба по дереву, стали отдушиной для мастера и радостью для других. У меня когда-то муж этим занимался, но его уже 33 года нет как живого. И вот я нашла эти резцы у него и думаю, дай-ка я попробую. Ну, и вот не знаю, как получилось. Посмотрите, что уж получилось из меня. Пробовала. Сначала краской закладываешь, потом рисунок накладываешь. Потом только уже начинаешь все это вот вырезать, все это надо, все вынять. Все это черноту надо убрать. И только потом уже ее закрашиваешь, зарисовываешь. А здесь вот у меня не полностью вынято. Вот на этих картинках только одни полосочки крайние. Выставка «Народная сокровищница» стала уже традиционной для заводских пенсионеров. Сегодня виден уровень мастерства и подготовки участников. Рост мастерства впечатляет. Ветераны придумывают новые изделия, подбирают неопробованные до сих пор материалы. Каждая работа, представленная на выставке, настоящий шедевр. Аэропланы, такие самолеты. Взлетим скоро мы. Вот новенькие появились люди. Женщины также новенькие, которые впервые участвуют. Нас это радует, что, так сказать, приемлемый снега есть. Ну, а которые постоянно участвуют, те уже закоренелы, уже, так сказать, заматерелы. Это такие участники. Ну, у них очень такие шедевры, будем сказать. Если картина вышита, она, кажется, нарисована, а не вышита. В общем, все чудесно. Молодцы у нас. Основная цель выставки – это привлечь внимание ветеранов и пенсионеров к занятиям художественным творчеством, помочь им раскрыть свои таланты, объединить по интересам и дать новое общение. Удивляют, как не удивляют. Это же замечательно. Это сколько труда требует. Я вяжу так немного для себя, для друзей, для приятелей. Ну, а это вообще искусство. Это что, сподвигает на новые фантазии. И самим хочется, и есть чем руки занять. Самое главное. Любовь Рахимова не просто гость выставки. Она представляет творчество мужа. Он увлечен созданием вот таких вот авиамоделей. Сейчас дома создает очередной шедевр. Дома вообще их штук 10, наверное, разных. Ну, вот просто вот человек, может, постеснялся он у меня. Или что. Ну, первый раз просто. Уже в первые часы работы выставки ее посетили десятки полевчан. Народное ремесло, говорят организаторы, всегда в моде. Насладиться творчеством народных умельцев можно будет до конца этой недели. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости 11 канала.